Еще тут у нас патрульную делают. А что вы к дедушке сказали? Проводим профилактическую работу. Переходил другу, он в новую жизнь. Проводимы работу. Документы, что у человека нет. Проверим в базе человека. Если это в порядке, то мы ее заканчиваем. Все хорошо, что у вас есть общественный контроль. Видите, что вы даете нам расслабиться. А наша общество должна нас контролировать. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Горячий обед? Да. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Вы такие правильные, что даже доколопаться. Мы с вами спутаемся уже раз в 8-й. Я еще в 3-й роте работал. И даже никогда не было никаких вопросов. Во время войны не виделись. И в час войны первый раз. Вот видите. Аж приятно. Доброго вечера. Мы из Украины. Где вы такой шеврон взяли? Подарили. Подарили? Ничего себе. Вы недавно в полиции? Кто сказал? Я просто задаю пытание. Я не говорю, кто сказал. Недавно? Просто у меня на лице иногда хорошая память, а иногда нехорошая. Вы водителей не обижаете? Я нет. Нет? А может, обижаете? Нет. Как бы вы нам поведомиться? Еще нафиг у вас в этой середине. У нас так вот. Камера у вас такая. Что это? А доказы вы показываете на планшете? На великой жаль, нет. Доказ на видеободекамеру мы не фиксируем. Мы его потом запрошиваем, окремо в IT. И мы до материалов справа не подъедем. Когда мы разгадаем справу, подъедем только до протокола. А хорошо. Нарушил человек ПДД. ПДД. Как вы... Вот, смотрите. Есть у нас... Видеорегистратор. Штатный. Таких можно цеплять, чи нельзя? На службу автомобиль сошло видеорегистратор дозволено. На службу одеялись для сбрания дока. Это выключено. Ну, смотрите, 251 статья там даже не 261, а 1026 ничего вам не говорит о видеорегистраторах. На удивление. Почему так? А я вам скажу, почему так. Потому что во время войны, когда было полно срака, мы занимались непонятно чем. Когда уже у нас стало более-менее, слава Богу, чтобы больше не было прилетов, ничего, чтобы люди не страдали. Алена Олеговна, ваш непосредственный начальник, которая собиралась, или уехала, или собиралась скрыться в Днепропетровской области, или в Днепропетровске, уехала. Сейчас у нее все в порядок. И она дала вам команду работать в том положении, в котором раньше была полиция. Смотрите, критиковать или не критиковать, или соглашаться... Ну, конечно, вы не можете. Конечно, вы не можете. У нас есть понятие чисто полицейское, армейское и чисто человеческое, что есть субординация. Не, ну, Алене Олеговне вообще отдельнейший пример. У нас есть. Ой, привет. Это командование роты, командование батальона. Это какой сегодня БАД первый? Самый мой любимый. Поэтому, видите, у нас есть командование роты, командование батальона, и оно ближе. Непосредственный командир, я, Алену Олеговну, уже давно не видел лично, честно. А какая у вас рота? Пятая. Что ты скажешь? Я понял. Это как раз граница района Салтовского и Киевского. Я понял. Все, удачи. Взаимно. Счастливо. До свидания. До свидания. Так что, как-то так, друзья. В общем, вот такие вот... Все-таки есть полицейские, которые не провоцируют ничего, ничего не делают так, чтобы получился какой-то негативный ролик. Поэтому, вот такой маленький ролик, в принципе, получился с вот этими полицаями и вот этой кнопой, которая недавно в полиции. Поэтому, как-то так. Еду дальше. В общем. Алену Олег.